Приветствую каждого зрителя этого видео. В данном видео я хотел бы поговорить о моем способе, которым я иногда пользуюсь, для того, чтобы не оценивать людей, не осуждать их, не ждать от них чего-либо, каких-либо действий. Это хорошо помогает при взаимодействии с людьми, так как, когда ты от них ничего не ждешь, не ждешь от них каких-то реакций, не ожидаешь от них каких-то действий, да, будь то наш какой-то близкий человек, девушка, либо просто коллега, либо друг, то намного проще выстраивать какую-то коммуникацию. Если ты от них ничего не ждешь, то тогда ты не расстраиваешься, что он не сделал что-либо, когда ты от него что-то ожидаешь. Вот. В чем заключается суть этого метода? Суть этого метода заключается просто в отношении к человеку. Нужно поменять отношения. Конечно, это, кто-то скажет, это проще сказать, чем сделать, но при постоянной тренировке, при постоянной перестройке, либо хотя бы при желании, да, это все делать, то отношения на самом деле очень быстро меняются. Я отношусь к людям и стараюсь относиться к людям как к цветам. То есть, смотрите, вот растет какой-то цветок на поле, мы же не будем его осуждать за то, что он имеет такую форму, мы же не будем его как-то оценивать. Вот он такой, какой есть, он растет на определенной почве и он источает определенный аромат. Так же и человек. По сути, человек — это тот же цветок, да, он представляет из себя набор каких-то энергий. И он эти энергии транслирует в социум. Он транслирует эти энергии при взаимодействии с другими людьми, и мы можем услышать его аромат. А аромат — это можно поставить знак равенства с набором энергий, которые есть у человека. Вот. И мы же не ждем от цветка каких-то благоухающих запахов. Не всегда. Мы просто вот его воспринимаем, вот он такой, какой есть. Так же и... так же этот метод применим и к людям. И что такое почва для цветка? Ну вот, на мой взгляд, почва — это то, из чего состоит цветок, да, в дальнейшем. Так же для человека. Почва для человека является его прошлое, да, его прошлые поступки, его детство. Исходя из вот этой вот почвы, в которой он растет, от которой он растет, соответственно, идет набор энергии каких-то, которые он потом транслирует в мир. Так же важным пунктом для роста цветка и для его красоты, для источения энергии является среда, в которой он живет. Если он живет в среде, где засуха, где вокруг него одни враждебные какие-то растения ему, то, конечно же, этот цветок слаб, и энергии, которые он транслирует в мир, да, они так же вредны. Если он живет в среде, вот этот цветок, где его холят и лелеют, обнимают, любят, и, соответственно, и цветок источает другой аромат. Так же и человек, если он живет во враждебной среде, то, понятно, энергии, которые будет он источать в мир, это агрессия, какая-то конфликтность, закрытость, ну, все энергии, присущие человеку для того, чтобы выжить, да, вот, и, соответственно, он и это будет источать. Если он живет в среде, где его любят, любят родители, любят окружающая среда, где все вокруг окутало его энергиями любви, благости, соответственно, он и будет эти энергии также источать в мир. Ну, вы понимаете, да, цветок может иметь плохую почву, ну, плохую основу, да, так же, как и человек может иметь, ну, неспокойное детство, может иметь с детства оттянущиеся какие-то проблемы, какие-то клише, какие-то программы, но, находясь в благодатной среде, он будет по-другому себя проявлять, как цветок, как и человек. Вот, и от этого будет зависеть, какой аромат он будет издавать в мир, либо какой набор энергии он будет издавать в мир при взаимодействии с социумом. И таким образом, если к вам, к примеру, вы взаимодействуете с человеком, и вы начинаете его как-то оценивать, либо как-то его отчасти может осуждать, либо ждать от него чего-то, просто мысленно представляете вместо него цветок, цветок, определенный цветок, вот человек это цветок, да, который источает в мир определенной энергии, и смотрите на него, и так его воспринимайте. Тренируйте свою психику просто каждый раз, иногда даже воспринимать людей через призму, его не как человека, не как личность, а как цветок, и попробуйте к нему так же относиться. И вот это делая периодически, настраивая себя, размышляя об этом, вы увидите, как ваше взаимодействие с людьми начнет меняться. Намного легче жить и взаимодействовать с человеком, с социумом, когда ты ничего не ждешь от них, будь это вторая половина, либо девушка, либо наши даже родители, да. То есть нашим родителям, если так рассматривать, им тоже было непросто, они жили в определенной среде, они сейчас живут в определенном стрессе, да, наши родители. И поэтому мы же их не можем ругать, ну как не можем ругать цветок, за то, что он издает определенный аромат, потому что он растет, вот, к примеру, на свалке, его никто не ходит, не лелеет, и та почва, которой он питается, это какие-то отходы. Так же и человек, он может жить в постоянном стрессе, и он это негативные энергии какие-то проявляет в мире, не потому что ему этого хочется, просто среда и почва его сделала таким, да. Вот, понятно, что не нужно, как сказать, не нужно поощрять подобные взаимодействия, если человек постоянно проявляет агрессию, тогда просто, если не нравится, как пахнет цветок, ты же не будешь его нюхать? Ты не будешь, ты просто, ну ты не будешь же продолжать нюхать цветок, когда тебе не нравится его аромат. Так и с человеком, если тебе не нравится его комплекс энергии, его аромат энергии, да, даже не будешь продолжать с ним взаимодействовать, просто нужно уйти и все. Ну этот цветок не для вас, его аромат не для вас, он для вас не подходит. И вы так же, как и с цветком, что вы его не нюхаете, так же с человеком, вы просто прекращаете взаимодействие и взаимодействуете с другим. Вот, вот это вот такая ключевая мысль, которую я хотел бы вам донести. Надеюсь, и я знаю, если продолжим нам практиковать, подобного метода, вы поменяете даже немного взаимодействия с людьми, это улучшит вашу жизнь. Так же можно относиться ко всем, можно относиться, не знаю, к погоде, к деревьям, к местам, где вы живете. Так же их можно воспринимать как цветок. Если вам не нравится место, да, то вы так же можете его воспринимать как цветок, потому что это место может быть загажено людьми, либо оно представляет собой набор определенных энергий, да, которые для вас неблагоприятны. Вы же его не будете осуждать как цветок за неблагоприятный аромат. Вам просто нужно оттуда уехать и поменять место на другое. Вот, где-то места более приспособлены для жизни людей, где-то менее. На этом я хочу закончить. Надеюсь, ваша мысль будет иногда уходить в сторону моего разъяснения, моей какой-то аналогии. Вы будете об этом размышлять. И через размышления вы измените свой взгляд на мир. Я благодарю каждого, кто посмотрел это видео. Оставляйте комментарии. Может, поделитесь своим мнением. Если вы в чем-то со мной не согласны, тоже выскажитесь. Нужно говорить, нужно общаться. Через общение мы становимся лучше. Через общение мы становимся гармоничнее и более коммуникабельнее друг с другом. Благодарю каждого за просмотр. Продолжение следует...